приветствуем всех зрителей нашего канала сегодня в нашей небольшой студии будем делать обзор автомобильных усилителей я поясню основные узлы автомобильных усилителей рассмотрим характеристики для обзора я привез два усилителя один из них дешевый который сейчас лежит на столе является двухканальным автомобильным усилителем основные блоки автомобильного усилителя это преобразователь напряжения расположенной снизу блок самих усилителей мощности в центре и блок фильтров и сумматоров в общем кроссовер расположены сверху чаще всего монтаж делают на одной общей плате рассмотрим преобразователь напряжения для чего нужен наверняка многие знают дело в том что по закону для на нагрузку в 4 ома это сопротивление катушек стандартных динамических головок с напряжением 12 вольт это напряжение бортовой сети автомобиля нереально получить чистую синусоидальную мощность больше 18 ватт и для того чтобы поднять мощность до нескольких десятков сотен и даже тысяч ватт понадобится конечно же преобразователь напряжения который повышает 12 вольтовое питание до нужного номинала для питания усилителя мощности конечно же номинал напряжения и полярность то есть количество полюсов это двухполярные усилители или скажем в классе аж который которым нужны несколько шин питания ну конечно же все это обеспечивает преобразователь следовательно все что после преобразователя питается с помощью самого преобразователя он присутствует исключительно во всех автомобильных усилителей конечно же речь не о дешевых китайских проигрывателях а нормальных автомобильных усилителях а преобразователь напряжения очень часто делаются по схеме двухтактного инвертора так называемые пушку с применением задающего генератора на основе микросхемы tl 494 из себя представляет двухтактный шим контроллер который управляет полевыми транзисторами основными которые качают трансформатор на вторичной обмотке трансформатора методом индукции образуется переменный ток высокой частоты который выпрямляется с помощью выпрямительного моста чаще всего собранный на двух двух диодах и конечно же высокочастотные диоды поскольку простите частота выходная с трансформатора несколько десятков килогерц чаще всего подбираются частоты от 35 до 60 килогерц мощность преобразовательства преобразователя конечно же в первую очередь зависит от мощности самих усилителей ну и делаются на основе силовых транзисторов и из конкретного количества пар силовых транзисторов ну и конечно же расчетной мощности трансформатора зависит и мощность преобразователя в целом в некоторых случаях в дешевых китайских усилителях автомобильного типа не применяется стабилизация напряжения выходная стабилизация то есть преобразователь является не стабилизированным вот в нашем варианте видим опторазвязку оптоконтроль выходного напряжения с помощью задающего генератора довольно хорошее решение хотя наблюдается не во всех инверторах на входе питания установлен предохранитель с расчетным током в 25 ампер после этого плюсовая шина на плюсовой шине установлен дроссель и конечно же собран небольшой фильтр для сглаживания пульсации и помех от бортовой автомобильной сети и затем конечно же напряжение поступает на схему генератора транзисторов и начинается рабочий цикл инвертора имеется также система remote control вот основные силовые шины это минус батареи плюс и remote control подавая маломощный плюс от плюсовой шины автомобиля у нас запускается генератор и начинается рабочий цикл преобразователя эта система избавляет от подключения там мощных переключателей на шинах питания ну в общем все сделано для удобства владельца помимо этого имеется также маломощный стабилизатор напряжения для питания кроссовера как мы знаем кроссовер питается у двухполярного или же однополярного напряжения очень часто высокого номинала то есть двухполярные 12 двухполярные 15 и так далее именно поэтому нужен стабилизатор который стабилизирует напряжение которое подается на усилители мощности до некоторого уровня для питания кроссовера ну после выпрямительного моста напряжение опять же сглаживается небольшими конденсаторами небольшой емкости 2200 микрофарад с расчетным напряжением в 35 вольт в этой части мы уже на выходе преобразователя получаем повышенное двухполярное напряжение для питания блоков усилителя усилители вот у нас расположены по бокам прикрепляются силовые ключи на основной теплоотвод довольно компактный усилитель не из самых качественных позволяет система подключать мостовой режим для суммирования мощности с обеих каналов и питания конечно же сабвуферной головки видим также небольшой предварительный усилитель который предназначен для усиливания сигнала с кроссовера и подачи на усилители в этой части у нас как уже сказал собран активный кроссовер из себя представляет блок с отдельными предварительными усилителями операционными усилителями которые в частности предназначены для фильтрации звукового сигнала до некоторого номинала скажем от 15 до 200 герц для питания сабвуферной головки также сумматор который суммирует два канала в один единый ну и конечно же блок фильтров в свою очередь эквалайзер небольшой и переключатели режим баст буст и так далее в общем все как в стандартных автомобильных усилителях в этой части у нас расположены входные клеммы их 4 и конечно же переключатели то есть тут мы видим регулятор среза частот от 40 до 240 герц баст буст переключатель и наверное индикатор включения усилителя корпус почти всегда целиком сделан из алюминия и основные перегревающие компоненты то есть силовые части это выходные каскады усилителей полевые ключи преобразователи и диодный выпрямитель прикрепляются к основному теплоотводу почти во всех стандартных усилителях за исключением класса D конечно же также применяется довольно высококачественные усилители с двухполярным напряжением класса A B часто делаются на двух транзисторах мощность обеспечивается от 60 до 120 Ватт в зависимости от конечно же питающего напряжения и от конкретной схемы по заявке производителя выходная мощность каждого канала составляет 100 Ватт в мостовом режиме они могут обеспечить до 220 Ватт выходной мощности для питания сабвуфера ну если вы решили купить автомобильные усилители хотите запитать усилителем всю акустику автомобиля в том числе скажем 4 колонки и один сабвуфер то конечно же этого усилителя вам не хватит и нужно покупать более мощный более мощный усилитель мы сейчас пожалуй рассмотрим давайте рассмотрим усилитель Alpine пятиканальный усилитель с выходной мощностью где-то в полкиловатта это номинальная заявленная мощность кстати я забыл упомянуть что в случае первого усилителя который мы сейчас рассмотрели по заявке производителя коэффициент нелинейных искажений при максимальной мощности простите при номинальной мощности составляет 1% это более уже дорогой усилитель я его приобрел для себя кстати был у меня он будучи в употреблении то есть купил я его не новым удалось достать по дешевке хотя усилитель довольно дорогой стоит новый такой усилитель в районе 15 тысяч рублей ну к сожалению всю масштабность усилителя мне не удастся вам продемонстрировать он довольно таки тяжелый весит где-то 8 килограммов вот мы видим производитель Alpine кстати должен сказать что тут имеется специальный такой угольник алюминиевый для закрытия силовых клемм входов и конечно же выходов усилителя это делается для удобного и безопасного монтажа во избежание коротких замыканий с корпусом проводов или между собой в этой части у нас располагается так называемая панель управления тот же самый активный кроссовер режим баст буст переключение каналов срез частот усиление тут имеется также в общем все стандартно как в любых автомобильных усилителях тут имеется своего рода индикатор включения усилителя корпус целиком сделан довольно толстый сделан из алюминия силовые клеммы довольно толстые кстати насчет моделей MRV F450 Alpine 5 канальный мощный автомобильный усилитель давайте рассмотрим его основные узлы сверху вот в этой части у нас расположены каналы транзисторов тут 12 штук 6 отдельных каналов при этом 4 канала предназначены для питания автомобильной акустики а 2 канала суммируются в один единый и предназначены для подключения сабвуферной головки если в первой версии то есть первым усилителем мы видели на плате кучу перемычек то тут никаких перемычек это свидетельствует о довольно качественной разводке печатной платы ну соответственно цена этого усилителя тоже несколько раз дороже чем первого варианта на входе в первом варианте мы видели дешевый дроссель один на ферритовом стержне в этом случае установлены целых 2 дросселя на плюсе и на минусе силового питания при этом сердечники полностью железные довольно толстый провод входная емкость где-то в 6600 микрофарад дальше такой громадный трансформатор довольно толстые силовые провода первичный вторичный обмоток преобразователь напряжения на сей раз уже построен на 4 транзисторах 2 пары 2 транзистора в плече серии и RF3205 наблюдаем также дроссели на выходе усилителя на выходных шинах перед дросселями установлена небольшая емкость после дросселя установлена уже основная емкость 4 конденсатора каждый имеет следующие параметры рабочее напряжение 35 вольт при емкости 5600 микрофарад довольно хорошая фильтрация обеспечивается такой громадной емкостью и после этого через вот эти силовые провода сигнал подается на усилители мощности их как уже сказал тут целых 6 также имеется вот очень-очень умное решение которое во многих автомобильных усилителях попросту отсутствует вот в этой части я сейчас буду держать усилитель так чтобы было все прекрасно видно в этой части мы видим небольшой двухполярный стабилизатор напряжения для чего он нужен во-первых в этом усилителе дифференциальные каскады исключительно всех каналах питаются от отдельного стабилизированного напряжения а выходные каскады уже от силового питания не стабилизированного типа это довольно хорошее решение то есть усилитель в любой мощности работает стабильно очень обеспечивали стабилизацию по питающему напряжению также имеется активный довольно уже качественный двухполярный стабилизатор построенный на паре линейных стабилизаторов 78.0 78.0 78.12 и 79.12 из себя такая схематическая развязка представляет двухполярный стабилизатор предназначен для забитки активного кроссовера кроссоверса в нашем случае их целых четыре на каждой плате по две полностью активные вот мы видим поверхностный монтаж сзади это как уже вы поняли блок фильтров сумматоров и всего остального ну дальше преобразователь в этом случае половина компонентов сделана поверхностным монтажом располагаются сзади с обратной стороны платы имеется оптоконтроль то есть стабилизация выходного напряжения преобразователь имеет термозащиту сами усилители могут работать как при нагрузке в 4 Ом так и на нагрузку в 2 Ома то есть с одного канала можно параллельно два динамика со стандартным номиналом в 4 Ома подключать без проблем также усилитель имеет защиту от повышенного и пониженного питающего напряжения также термозащита упомянул ранее защита от переплюсовки питания и защита от коротких замыканий усилителя ну в некоторых архивах мне удалось узнать что усилитель имеет защиту акустики но к сожалению блока я так и не увидел возможно все это с обратной стороны располагается возможно и нет но некоторые виды защит в частности при замыкании выходов при прямом замыкании выходных клемм я наблюдал как преобразователь выключался это довольно таки радует то есть вам не удастся спалить этот усилитель несмотря на то что хозяин этого усилителя заявлял что использует уже третий год непрерывно в автомобиле и питает и акустику и сабвуфер но усилитель ни разу не вышел из строя о чем свидетельствует то что на плате мне таки не удалось найти следов ремонта еще немаловажный факт преобразователь располагается на отдельной плате но находится с блоком усилителей на одной плоскости то есть если у вас вышел из строя случайно преобразователь вам не придется вытаскивать всю плату а просто вы снимаете всего лишь плату инвертора и чините его дальше ну мощность заявленная полностью соответствует о чем я убедился кстати выходное напряжение для питания усилителей в районе 34 вольт довольно таки хорошо то есть при максимуме можно снять до 100 ватт с каждого канала а их целых 6 то же самое сможет обеспечивать и преобразователь думаю он кратковременно без проблем отдаст эти 600 ватт напомню тут 4 ключа RF3205 также очень радует то что использованы отдельные силовые шины сверху которые предназначены для усиления силовых дорожек такие как плюсовые и минусовые шины питающие шины для усилителей и конечно же преобразователь напряжения установлен также диодный мост исключительно все транзисторы и все силовые компоненты прикрепляются к основной плате к основному теплоотводу через слюдяные прокладки тут тоже применены усилители класса но на порядок высокого качества заявленный уровень коэффициент нелинейных искажений точнее составляет 0,03% следовательно такой усилитель один канал к примеру можно сравнивать с усилителем такого разряда как скажем ланзар и так далее довольно качественный звук обеспечивает я это на самом деле в деле проверял один усилитель получается довольно компактный на плате целых 16 транзисторов мы видим белые вот эти резисторы это эмиттерные защитные резисторы каждый вот такой резистор из себя представляет два отдельных резистора с номиналом 0,33 Ом мощность 5 Ватт ну думаю на этом все со схематикой таких усилителей вы можете ознакомиться на нашем сайте есть огромные архивы проектов самодельных то есть такой усилитель вполне или такого класса по крайней мере вполне можно повторять в домашних условиях при этом с довольно малыми затратами пишите оставляйте свои отзывы комментарии отклики какие обзоры какие видеоролики ролики про самодельную конструкцию вы хотели бы увидеть и мы конечно же не оставим ваше письмо без внимания посещайте также форум нашего сайта и мне остается с вами прощаться до новых встреч пока